Где можно узнать о древнем татарском городище, законах физики и расшифровать загадочное послание с помощью заколдованного зеркала? В детской библиотеке имени Пушкина продолжает работать экспертная детская мастерская. Она является частью проекта «Это твой город, это мой город», который получил поддержку грантового конкурса «Православная инициатива». На этот раз дети приняли участие в тестировании заданий для семейной краеведческой игры. Сегодня мы пригласили наших читателей попробовать поиграть и отработать некоторые задания, которые мы придумываем в рамках этой игры. Может быть, благодаря ребятам появятся какие-то коррективы в этой игре, может быть, мы что-то изменим, может быть, нам ребята скажут, что однозначно подойдет, и мы это точно включим в эту игру. Интерактивная игра будет полностью готова только к ноябрю. Над ее созданием работают не только сотрудники библиотеки, но и ее маленькие посетители. Идейным вдохновением для создания игры стала выставка «Пушкин в городе». Часть фотографий с выставки можно увидеть в игре. Оттолкнувшись от строчек Пушкина, дети говорили о Сарове, о местах, которые видят на фотографиях. Обязательно будет интерактив. Сегодня у нас вот пять площадок, то есть у нас в рамках работы над игрой, пока мы продумываем задания, каждая фотография. Затем нам предстоит, вот сейчас мы их отработаем, затем предстоит понять и придумать саму идею игры. То есть как будут эти задания меняться, какие-то интерактивные переходы ходов и так далее. То есть это уже следующая стадия игры. Дети составляли из букв незнакомые слова, узнавали их значения. Ребята узнали об истории города. Например, что на территории будущего Сарова раньше жили мордовские племена. Затем школьники отгадывали ребусы, с помощью зеркала читали текст, написанный задом наперед, составляли предложения из жестов. На каждую площадку отводилось ровно 10 минут. В конце ребята узнали о скорости и силе тяжести, а также о разных физических состояниях и показывали их с помощью пантомима. Раз, два, три, безобразная. О, молодцы, молодцы. Также дети отгадывали городские достопримечательности по фотографиям и пытались вспомнить какие-либо факты о них без помощи интернета. Проходили викторины, хвастались произношением скороговорок. Сегодня мы отгадывали через зеркало строчки сказки, как бы я была царицей, говорит одна сестрица, и так все три были. Чем можно кормить белочек, а чем нельзя. Я так и знала, что белочек нельзя кормить арахисом. Больше всего мне понравилось, когда нам там на картонке была такая рыбочка, рыбка красивая такая беленькая, ее надо будет дома разукрасить. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей, СРОВ24.